Биология приветствует вас! Сегодня мы вспомним, что такое синтез белка и эти знания мы сможем использовать при решении задач. Синтез белка происходит у нас в цитоплазме, на таком органоиде как рибосома. А вот информация о структуре белка записана в молекуле ДНК. ДНК имеет двухцепочное строение, две цепи нетранскрибируемая и транскрибируемая. Нас интересует только транскрибируемая цепь. Именно в этой цепи есть участок, который называется геном. Ген это участок ДНК, несущий информацию о структуре какого-то белка. Внутри гена имеются информационные участки, экзоны, между которыми могут быть не информационные участки, которые последствия должны быть удалены. Процесс построения информационной РНК на молекуле транскрибируемой ДНК называется транскрипция. Обеспечивается это ферментом РНК полимераза. Место молекули ДНК, к которому присоединяется фермент РНК полимераза называется промотор. И дальше происходит процесс транскрипции, пока не придет участок молекулы ДНК, который означает окончание транскрипции и называется терминатор. Итак, фермент РНК полимераза обеспечивает процесс транскрипции, когда синтезируется информационная РНК. Поскольку эта информационная РНК включает в себя информационные участки электроны и неинформационные участки, который называется незрелая информационная РНК или преинформационная РНК. Следующий этап это созревание информационной РНК, когда вырезаются неинформационные участки и интроны, а их зоны сшиваются между собой. И называется это процессинг. Окончательно синтезируется информационная РНК, которая несет только информационные участки или только экзоны. Процесс транскрипции и процессинга у эукариот происходит в ядре. Ядро от цитоплазмы отгранительно ядерной оболочкой, в которой есть поры. Информационная РНК через поры в ядерной оболочке поступает в цитоплазму, где начинается процесс трансляции или синтез белка. Органоид, который обеспечивает трансляцию, это рибосома. Рибосома состоит из двух субъединиц, которые объединяются на информационные РНК. Одновременно рибосома захватывает два триплета информационной РНК. Триплета информационной РНК по-другому называется кадоны. Транспортные РНК приносят большую субъединицу рибосом аминокислоты. При этом каждая транспортная РНК имеет два важных центра. Один к которым присоединяется аминокислота, а второй участок очень важный это триплет, который будет комплементарен кадону информационной РНК. Этот триплет называется антикадон. Вот допустим кадоны нашей информационной РНК. Первый кадон всегда три. Кадон АУГ. Это называется инициирующий кадон, который кодирует аминокислоту метионин. Кадон АУГ. Транспортная РНК несет аминокислоту метионин. И эта транспортная РНК имеет антикадон УАЦ. Соответственно, если кадон ААА, то антикадон транспортной РНК, который принесет аминокислоту лизин в рибосому, это будет УУУ. Соответственно, данному кадону УУ соответствует антикадон ААА, кадону ГГГЦЦЦЦ, ну и соответственно кадону СЦЦЦ соответствует антикадон транспортной РНК ГГГ. В процессе трансляции будет синтезирован пептид, состоящий из аминокислот метионин, лизин, фенил, глицин и пролин. Все эти данные можно получить из таблицы генетического кода, где указано, что триплету АУГ соответствует аминокислота метионин, триплету ААА аминокислота лизин и так далее. Как видим, в ИРНК есть кодон УАА. Кодон УАА это терминирующий триплет или терминирующий кодон. Ему не соответствует никакой антикадон транспортной РНК и этот кодон означает окончание синтеза белка или окончание трансляции. Таких терминирующих кодонов три УАА, УАГ и УГА. Посмотрим, как можно использовать эти данные при решении задачи. Транскрибируемая цепь ДНК имеет следующую нуклеативную последовательность. Указаны кодоны. Сколько аминокислот включится в пептид при трансляции, если известно, что терминирующим является кодон УАА. Пишем цепь ДНК. Дальше в процессе транскрипции пишем комплементарную цепь информационной РНК и видим, что здесь у нас есть кодон УАА или терминирующий кодон. Поэтому антикодоны транспортной РНК, которые мы записываем, мы записываем до данного триплета. Получается, что антикодонов у нас 1, 2, 3, 4, 5. Соответственно, они кодируют 5 различных аминокислот. Ответ в нашей задаче 5 аминокислот в данном пептиде. Следующая задача. Олигопептид имеет последовательный аминокислот. Метионин, глицин, аргинин, цистиин, изолицин. Определите длину кодирующей цепи молекулы ДНК. Если известно, что длина 1 нуклеотида составляет 0,34 нанометра. Здесь нам надо всегда вспоминать очень важное свойство генетического кода, как триплетность. То есть, 1 аминокислота кодируется 1 кодоном или 1 триплетов нуклеотида. У нас 5 аминокислот. Соответственно, они кодируются 15 нуклеотидами. А дальше мы можем рассчитать длину ДНК. 15 нуклеотидов умножаем до длины 1 нуклеотида. И получаем 5,1 нанометров. Но ответ в задаче записывается, округляется до целого числа, поэтому ответ 5 нанометров. Молекула белка состоит из 40 аминокислот. Рассчитайте длину гена в нанометрах, определяющие данный белок. Известно, что виток спирали ДНК, содержащий 10 пар нуклеотидов, имеет длину около 3 нанометров. Опять вспоминаю свойства генетического кода триплетность. У нас 40 аминокислот в молекуле белка. Значит, они кодируются со 20 нуклеотидами. То есть, 40 умножаем на 3. Дальше рассчитаем количество витков спирали. 120 нуклеотидов это 12 витков спирали. 120 делим на 10 и получаем 12. Для нас здесь очень важно обратить внимание, что длина одной цепи, что длина двух цепей одинакова. Поэтому, если в условии написано, что длина цепи ДНК, содержащая 10 нуклеотидов, имеет длину 3 нанометра. Что написано, что виток спирали ДНК, содержащий 10 пар нуклеотидов, имеет длину около 3 нанометров. Длина одинакова. После этого можем рассчитать длину гена. То есть, наши 12 витков мы умножаем на длину одного витка. Который длина одного витка равна 3 нанометра. Ответ данной задачи будет 36 нанометров. На этом сегодня все. В следующем видео мы продолжим решать задачи на биосинтез белка.